Здравствуйте! Наступило новое жаркое утро. Шуметь нельзя, поскольку все в доме ещё дрыхнут, а потому предстоит взять корзинку и отправиться в поле за травами. Лёгкий ветерок и начинает распускаться липа. Вчера к вечеру уже стоял голубь пчёл, и время от времени на наши деревья перелетается ракита в яхер, таская ветки для нового гнезда. Да, громадные красивые птицы, сегодня я их уже пару раз видела, но, вероятно, они появятся впоследствии. Эх, жалко, постучать нельзя, я уже успела. Привет, волчок. Притащить от Ники доску за ментой, которая не подошла. Так тихо, все спят. Веси нельзя, тихо. Сейчас гулять пойдём. Ладно, надо отправляться, чтобы никого не разбудить, но затем заняться стройкой. Да, великолепная люпина начинает отцветать, но им на смену. Приходит мышиный горошек, как синий, так и жёлтый. Повсюду невянник. И начинает распускаться зверобой. Самое время его собирать. Замечательная трава, без которой, пожалуй, ни одно народное средство, включающее какие-то компоненты, не обходится. Здесь же солдатская трава, тощий листник, великолепное крылоостановлющее средство. И этих трав здесь, видимо, невидимо. А потому займёмся сбором. Ушли как можно дальше от деревни и уже находимся на полпути к лесу. Эх, и волки-палки, с каким бы удовольствием я туда сходила. Но пока ещё не прошло много времени после хорошего дождя, бесполезно что-либо искать. А потому наполняю корзину. На поле в этом месте низинка, достаточно сырая и прохладная, и собаки улеглись отдыхать. Меня же продолжают атаковать слепени. Сколько же здесь этих тварей? А между тем зацвёл лобазник. Он же таволга. Очень полезное растение, обладающее целым рядом целебных свойств. А я добавляю его в свой чай не только из атонизирующих средств, но и потому, что он обладает очень приятным ароматом. Ну, впрочем, на любителя. Понюхайте, понравится вам или нет. Во всяком случае, тем, кто хочет приготовить чай самостоятельно, я не рекомендую сразу бухать огромную порцию высушенного лобазника в свой чай. Ну, а вдруг? Лучше сначала заварить его отдельно и попробовать непередаваемый вкус, который он будет придавать вашему напитку. И здесь же у нас полным-полно валерьяны. Да, то есть самая валерьяна, которая является успокаивающим средством, заготавливает, как правило, её корневища. Но это случается только ранней весной или поздней осенью. Не знаю. Я пока такими вещами не пользуюсь, потому и не собираю. Впрочем, однажды я принесла эти цветки к себе на участок, и посадила пару штук. И сейчас они у меня расползли, спав всем клумбам. Ну, как клумбам, соловьевским полянам. Да, растение очень неприхотливое и достаточно красивое. Когда ближе к осени цветки начинают опадать, даже сами верхушки остаются весьма декоративными и приобретают немножко красноватый оттенок. Поэтому этот цветок мне очень нравится. А вот и трышник, полевая орхидея. В лесу он куда более мелкий, а тут вон какое стебелище. Да, растение замечательное не только по красоте, но и по полезности. Ибо корни представляют у себя клубеньки, и они в высушенном виде съедобны. Ещё во времена Ханабатыя, монгольские войны, как и индейцы, имели при себе мешочек. Только у одних в них находился пимикан. А у татаро-монголов высушенные корни вот этого самого растения. Оно очень питательно, помогает при простуде и в растолчённом виде может даже являться великолепным средством, которое заживляет раны. Рядом находится ещё один более мелкий экземплярчик. Собственно, брать эти растения я не стану. Вообще-то они краснокнижные. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь стало как можно больше. Ну а пока направляемся дальше. Ну что ж, раз-раз свёл лобазник, значит, надо брать. Однако в поле его слишком мало, поскольку в основном там сухо, а любит он достаточно влажные места. И вот сквозь высоченную траву, в перемешку с крапивой, сквозь заросли киприя мы почти спустились к ручью. Здесь хотя бы полутень. Ну, в некоторых местах. Но вообще-то уже становится жарковато. Тем не менее, как только зацветает этот великолепный цветок, я его собираю. Потом время можно упустить. Пока я переодевалась и осматривалась в комнате на предмет наличия клещей, Гейска сделала самое мудро. И скупалась в прудике. По-моему, теперь замечательно, судя по хвосту, себя чувствует. Однако завтракать не торопится. Да, собственно, в такую жару ни у кого нет желания. Ну, что ж, пора заниматься распаковкой корзинки и посмотреть, сколько же всего сегодня набралось. По-моему, предостаточно. Ну, что ж, сегодня у нас в ассортименте иван-чай, который я стараюсь заготовить в больших объемах. Конкретно цветы, помимо Копорского. Душистый-придушистый лобазник, он же Таволга. Хорошенькая такая кучка зверобоя. Аптичная ромашка и немного тыщелистника. Вполне, вполне для одного дня неплохо. Скоро буду думать, где все это развешивать. В комнате уже осталось маловато места. Ну, а сейчас, поскольку все проснулись, можно приступить и к строечке. Вчера я кое-что успела сделать, уже закончив съемку. Ну, вот, получилась такая страшненькая сооруженница. Ну, по мне, лишь бы крепенькая и надежная. А в данный момент я, зачистив поверхность столешницы, закрепила саморезиками, и старый таз послужил шаблоном для того, чтобы придать более круглую форму этому сооружению. Ну, травматизм, опять же, кому хочется об острый угол, коленкой задеть или беру. Ничего хорошего. А потому сейчас попробую, применив свой новый электролобзик, все это дело обрезать. Затем сниму доски и начну обжиг. Как от одного фрагмента, так и другого. Основы и столешницы. Затем все по частям перенесу к тому месту, где сооружению предстоит, собственно, находиться. И смонтирую снова. Ну, вот. Надеюсь, что простоит долго и счастливо. Поглядим, что же будет в итоге. Да, непросто было при сегодняшнем ветерке, который так приятель несет прохладу, найти место для обжига. Он то затихает, сустав налетает порывами. Но, тем не менее, все состоялось. Даже маленькие для щечки, для подлокотников уже заняли свое место. Перекочевала к месту воздвижения столешница. И весь ожидает продолжение банкета. Ну, что ж. Сначала покрою грунтовкой лавочку, а затем уже займусь столом, который намерена собрать после покрытия. Вон, вот. Основание уже собрано, обожжено. И надеюсь, что сегодня я все-таки закончу с этим маленьким объектом. Ну, что, обоенька опять это удрал? Да, обидели собаку, обидели. Так, отправилась за шкуркой. И услышала стуки молотка. Неужели Арастян опять взялся за свое творчество? И что на этот раз? Ну, я, короче, не знаю, что это будет. Ну, я бы на твой месяц сначала определилась. А знаешь, как удобнее сделать? Так. Ты уже там загнул, Бостя? Нет. А, ты знаешь, по-моему, так ничего не получится. Под углом ты не вобьешь. А вот так? И вот так не вобьешь. Есть один вариант. На, подержи. Вот, всем привет, подписчики. Так. Вот так вот кладешь. Он все равно не будет хорошо держаться. Видишь, у тебя какой горбыль получился? Ну, пусть это будет радиостанция. Пусть. Ладно. Давай, я пойду. Ой. Нам с папой еще вот это вот все перетаскивать надо. По месту назначения. А я вот сегодня заметил, как ты красиво здесь делал. Еще не красиво. Это только проект. Ну, как же. Нам с папой. Папа взял конструкцию, а пальчиками легко пританцовывая, понес ее к месту назначения. А сам отправился по обыкновению точить ножи и возиться с электрикой. И все. Финита. Я только что начала убирать инструмент, а сооружение обсыхает после обильного покрытия грунтовкой. Надо похвастаться Машке. Но сначала зайти и посмотреть, чем она занимается. Тук-тук. Тук-тук. Так. Что-то много всего медного. Да нет, там половина в брак пойдет из-за перепадов напряжения. У меня же Ден Сереж так недавно отдал бесперебойник. У меня сейчас хотя бы ровно. У меня дождь сломалась для плейки. Ух ты. У меня трагедия. А из чего она? Ну, это специально не горячий материал. Вот. Ну, может и любая каменюка сойдет. У меня ракушечка есть. Она растрескается и отстрелит. Ракушечка? А до огня, по-моему, не трескается. Так узнать, рисковать не хочу. Вот. Как тебе? А мне весьма-весьма. Ну, сейчас буду паять. С грибом-то хоть что-нибудь получилось. Слушай, я пару грибочков замеднила. Из легонца. Но я пока не могу придумать для них композицию. Вот. Тетя Вера мне сегодня привезет камни. Там парочка треугольных. И я хочу вот эту березовую веточку сюда вставить. Треугольный камушек. И еще чем-нибудь обыграть. Пока туда ничего не вкладывается. У меня такой срачильник. Потому что я все беру и вот так прикладываю. Прикладываю. А ты закрытые глаза не бери. Пускай судьба разбирается. Почему? Это глупость с закрытыми глазами. А так интереснее. Понимаешь, когда ты смотришь на предмет, у тебя уже возникает какая-то ассация. А когда ты не смотришь и получаются разные вещи. Допустим, хапывал три предмета и открыл глаза. Нет. То будет совершенно неожиданное сочетание. Ой, мама. Нет, а ты уже фантазируешь. А почему бы нет? Нет. К сожалению, фантазия. Кстати, пойдем прогуляемся. Не пойдем. Пойдем. Посмотрим, что у меня получилось. Пока не дай я спаяю проволочки, и я буду свободна. Я полтора дня. Я знаю. Но мне надо понять проволочки. Ну, а то рви ты седалища-то. Пойдем прогуляешься. Свежим воздухом подрежь. Я не дам. Кстати, правильно сделали, что Расяна загнала. Что-то настолько прохладно стало. А я его одела. Вот нет, он дома, и слава богу. Смотри, смотри, у меня спрашивали про елкины перья. Вот, будут две брошки. Они пока не обработаны. Но ты подальше ходишь пока. Я так поняла, что ты сегодня еще хапочку притащила. Пока не начинала, и там спрашивали про серьги. Ох, и перья, елочные. Смотри, ну они такие, достаточно громоздкие. Это серьги? Да, вот серьги. Тяжеленькие, громоздкие. А это будут кулончики. В комплекте это вообще великолепно пошло. У меня уже три брошки на обработку. Вот лежат. Мне ужасно нравится вот этот вариант с шиповником. Ну да, я еще не стала листики отрывать вот эти. Раньше я вообще без листиков делала. Ну, это гораздо интереснее. Сейчас у меня вот такой шиповник. Он с лабрадоритом синим. Красивый играет. За веревочку подвешивать. Вот так вот косенько. Музлюшку за кожу. Вот так вот. Сейчас вон у меня тоже шиповники. Просто их так в прошлом году разобрали быстро. У тебя мелкое и много, а у меня зато одно, но крупное. Ты же там что сделала? Да, только не вздумай прикасаться и садиться. Я всю эту грунтовку перемазала со всех сторон. Вуаля! Ого! И оно прям устойчивое? Ну, вообще-то грунтовка моментально впитывается. Если боишься испачкать руки, а вдруг? Можешь пошатать. Слушай, ну, конечно, ножки у него прям фундаментальные. Я назвала его слоником. Ну, он похож, да. Ну, а что? У меня другого бруса нормального не было. А это пятнашка клееная. Вроде стоять должна вечно. Ну, вот. Как-то так. Ну, не, мне столик сам нравится. Мне не нравится вот эта возвышенность каменистая. А ты в курсе, что в половодье вот тут-вот можно хлюпать по воде? И в сильные дожди тоже. Так вот, это все не должно уплыть в первую очередь. Ну, да. Слушай, да разды меня доконали уже. Я сегодня устраиваю большой сбор жимлости. Потому что они уже... Да, правильно, соседи мостов собрать. Жирают все, что только можно. А ягоды уже начинают опадать. Так, ладно. Все. Совесть моя чиста. Я убираю последний инструмент. И занимаюсь чем-нибудь более тихим, мерным. Я пришла паять. Удачь. Давно этим занималась. А, соскучилась. А я сегодня присытилась обжигом. Затягивающийся процесс. Я знаю, что я затягивающийся процесс. Но завтра, если будет такая же милая прохладная погода, я непременно рвану в лес. Потому что впереди новый объект. Это ремонт ворот около моей мастерской. И мне снова нужна дровесина. Уж не знаю, как там с грибами. Ни на что, собственно, и не надеюсь. Но, ей-богу, рано поутру. Тем более, если погодка будет настолько же приятной и прохладной. Отправлюсь в зеленые дебри. Ну что ж. Всем здоровья и удачи. А мой денечек практически завершился. Поскольку основной объект на сегодняшний. Ну, собственно, и вчерашний день уже завершен. И ждет что-то новое. Здоровья и удачи. До свидания.